всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайфлог я сегодня еду в студию проводить занятия сейчас 6 утра я себе сама такое расписание выбрала она мне нравится потом у меня весь день свободен и я буду гулять но правда я провожу занятия далеко не всегда по воскресеньем то есть мы меняем дни вот ну на завтрак у меня стандартный будет каша будет хлебец доктор кернер там на него положу сыр огурцы и помидоры немного салата но и конечно я предполагаю весь день гулять поэтому я делаю из в общем омлет сейчас сбиваю погруженным блендером туда я тоже добавляю немного овощей огурцы помидоры а еще там авокадо сыр но всего по чуть-чуть буквально помидорку вот этот омлет я возьму с собой на прогулку в сумке-холодильнике прошу прощения у меня тут ушастый чихает яйцо у меня грова вот в бутылке то что вы видите значит омлет с собой возьму еще возьму с собой салат и со вчерашнего вечера я уже положила кабачки рыбу гречку а на вечер у меня остается только кефир чик на самом деле назвала много продуктов но это даже тысячу калорий в день не набирается у меня но мне этого хватает то есть я рассказывала что с моим весом я могу спокойно есть 1900 калорий 1800 меня мой вес 44 килограмма 900 грамм устраивает я его хочу удержать он как бы такой это сильный недостаток даже на практически чуть-чуть там на 100 грамм критичный но мне в этом весе хорошо поэтому я решила его оставить и там положено 1500 калорий но я наедаюсь там тысячи калорий вот так вот в пределах поэтому плюс-минус по-хорошему должен быть суп но я его не приготовила но тем не менее еда у меня довольно разнообразно это кунжутное масло я пол чайной ложки в день с чайная ложка но я на несколько частей так сказать на по пол чайной ложки на порцию салата делаю яблочный сок все дела ты я тут взвешиваю продукты хотя могу себе позволить этого не делать сегодня еще у меня будет молоко кофе но все по отдельности потому что я не люблю вместе но это тоже у меня скоро выйдет уже из рациона это просто чтоб не бить по желудку а спустя три недели до как бы но это я говорю для тех кто впервые на канале после лечебного голодания спокойно не нанести вред желудку так и теперь кофе варю так тут еще конечно надо по посуду помыть потому что я не хочу чтобы у меня на вечер что-то оставалось немытая я хочу прийти и заниматься своими какими-то делами потому что прохожу я довольно много километров и короче не до того уже потом честно говоря а вот и мой завтрак это овсянкой в ней финик немного салата это я беру с собой омлет вот овощной такой вкусно получается без масла и вот салатик ну и здесь соответственно кабачки рыба гречка вот сумка-холодильник кофе это для ученицы она просила ей купить сюда влезают и аккумуляторы и два вот этих контейнера они кстати весьма приличные но мне понравилось они у меня давно на самом деле но я редко пользовалась раньше контейнерами но вот они у меня теперь есть и используются сумка-холодильник тоже замечательная я очень довольна на меня также много лет я когда-то покупала в питер ездить аккумуляторы два из fix один из m-video тоже уже давно в использовании они прекрасны так один я кладу сверху 2 кладу сбоку такс сейчас влезет надо немножко сдвинуть все сбоку у меня маленький аккумулятор из fix а он там конечно быстро тает потому что в кармане уже по сути как карман то для других целей но я и с этой стороны кладу аккумулятор пусть будет эта марка термос если что по-моему тоже из m-video так ну и моя сумка из питера из лавки писателя я ее там приобретала конечно дорого очень стоило хотя в ней ничего особенного нет так но это кофе еда юлин отдам ей понравилось так и это моя ложка там еще ножик ну собственно говоря печалька в том что там нет вилки так что вилку придется брать с собой ну банковская карточка зонтик из пятерочки он классный так и крем от фаберлик маленький ложку ложку я положу в карман а вот вилку придется видимо класть так ну ложка тоже может потребоваться для удобства да сейчас немного с собой можно взять и за сумки холодильника но у нас еще тепло поэтому лучше постеречься чтобы еда была действительно полезной так а это на рукавнике потому что у меня в связи с весом мерзнут руки ну что ж я уже иду гуляю это вот савеловский вокзал вот там я иду от новослободской после занятий такой здесь вид я всегда тут прохожу мне нравится ну вот как-то так это арена плаза здесь аэрохоккей поставили но я как водится в туалет заходила так ну я уже в парке прогуливаюсь потихонечку погоды даже слишком теплая я вроде не утеплялась просто дело такой осенний мой вот этот шафрановый костюмчик теплый но я ничего не поддевала туда такого кроме футболки на мне правда еще без рукавка но все равно уже хочется раздеться но не буду потому что погода обманчивая мне сейчас это точно не ни к чему плед не брала с собой вот это место мне очень нравится люблю тут отдыхать да мне здесь все нравится везде приятно красота я уже довольно таки много прошла мне уж очень нравится я так отдохну еще похожу он рябина но все равно еще много много зелени как бы еще как бы не совсем осенние краски ну вот прогуливаюсь рыбки плавают здесь здорово мне раньше казалось что я буду больше время здесь у воды проводить а на деле оказалось совсем по-другому мне совсем другие места тут нравится но и тут я люблю ходить тоже хорошо мне это сочетание нравится мяты и шафрана но какая прелесть смотрите сколько тут сидит уток это шутки вроде короче птички о какие балерины ну как стоят и рыженькие классно ну вот так чтобы они в рядок это я впервые по моему такое вижу как на подбор здоровско так ну а я как раз на любимом своем месте вот вот он-то покой вот то о чем я говорила в прошлом влоге сидишь читаешь любимую книжку наслаждаешься прекрасным видом ешь салатик вот как-то так короче отдыхаю и уже много часов еще нужно ваш он будет конечно зайти но это тоже приятно но надеюсь вам тоже приятно посмотреть на такую красоту хотя тут надо быть в реальности приезжать и гулять уже дома и сейчас покажу свои покупки во первых взяла за 39 рублей в объеме 750 миллилитров от марки каждый день гель для туалета лимон я впервые это средство взяла с ароматом морской по моему какой то там был аромат я увидела у елены 171 она как и я не любит средства когда вот пахнут хлоркой и тому подобное она сказала что вот это не пахнет хлоркой ну и что чистит в принципе нормально поэтому я решила взять но но морской ароматный как-то не очень понравился он неплохо он вообще не навязчиво в принципе он даже не ощущается что кстати большой плюс вот но лимонный тоже не очень яркий слава богу и поприятнее будет но очищает у меня нет сильных загрязнений так просто помыть вполне нормально но то тут мне чего-то не зашел поэтому я ли именно вот я не знаю как объяснить видимо по аромату все-таки пусть даже очень нежному но я какая-то нотка может не понравилось поэтому взяла лимон и лимон вроде как лучше ну а тогда можно брать очень даже неплохо и бюджетно потом я тут смотрела видео у лизы ершовые она там запасы по вам показывала и в общем на губку показала сайхерба правда но я поняла что у меня моя мочалка моя мочалка что-то давно ей пользуюсь с ней все в порядке но все равно она уже не такая как изначально не но не распустилась в общем ваша не взяла от биокос мочалку но я уже ее открыла посмотреть вот такая она мне цвет понравился вообще можно было взять за 22 рубля там на тоже были в цвет ванны салатовые всякие но я решила что найти я люблю чтобы ванны у меня было там все зеленое салатовое но как бы разные всякие оттенки мне очень нравится этот цвет поэтому пришлось переплатить взять за 54 рубля не знаю как она там будет мне служить но в общем явно прослужит но по крайней мере я надеюсь что не один день соответственно будет приносить радость потому что я когда например в туалете ливана делала ремонт мне правильно моя ученица сказала что ты лучше возьми ну пусть не что-то безумно дорогое но все-таки не самое дешевое вот то что тебе реально нравится потому что ты этими вещами будешь пользоваться каждый день в общем-то я последовала советую и не жалею дальше была акция на вот такие вот баночки в тот раз они стоили то ли 19 то ли 29 рублей вот я брать не стала а в этот раз решила взять это вот это баночки соты они сейчас стоили по 5 рублей и крышки по моему по рублю что ли как-то так ну соответственно вот я подобрала по цветам какие мне нравятся я сюда хочу сделать из апельсина какой-нибудь там ну джем не знаю как это назвать естественно же это будет небольших количествах а будет очень красиво в таких вот баночках я правда не совсем уверена будут ли они у меня там например в холодильнике стоять не знаю посмотрю вот потому что банки с вареньем они будут на балконе в комод убраны а это может быть да в холодильнике для венских вафель но тем более мне хватит надолго еще у меня он закончился пергамент смысле бумага для выпечки у меня я люблю чуть в нее заворачивать у меня правда есть еще калька но вот и пергамент не повредит стоило по моему 14 что ли рублей упаковку тоже от марки каждый день была у меня одна косметическая покупка я безумно рада дело в том что вообще косметика банька агафьи мне не нравится ну вот это все но у них есть маска омолаживающие на лосином молоке органический белый пчелиный воск лосиное молоко сахалинская шелковица и радиола розовая ну как всегда в объеме 100 миллилитров я когда-то покупала несколько всяких пакетиках на пробу и мне вот по моему тоже от агафьи на васильковой воде что ли какая-то глина вот я ее брала два раза она прям суперская остальное там всякие скрабы ну вообще либо гадость либо ни о чем а вот эту маску я сначала тоже критиковала говорила что она какая-то никчемная все дела что она мне не нравится лежала она у меня лежала и что-то я думаю дека я ее добью я так основательно нанесла на лицо не пожалела не ну не то что пол пачки но так хорошенько и вы знаете когда я ее смыла она же по-моему смываемая так вот кожа была ну реально вот пусть это и не какой-то долговечный эффект на то что он есть это факт тут способ применения короче сейчас минутку да на 10 минут и и наносит и потом смывают теплой водой и я потом а когда она у меня закончилась я ее долго искала и не было но вот сейчас и по той же цене 99 рублей короче я рада по 8 рублей с копейками около 10 взяла 4 рулона бумаги без втулки мне нравится такая бумага я после ремонта даже не стала делать эту штуку куда вешать также взяла со скидкой 40 процентов сыр телевизитор блин да в общем взяла сыр ваша не там есть такие холодильники где скидка 40 процентов там ничего естественно просроченного нет но то что уже подходят сроки вот так он стоил значит килограмм 752 рубля 99 копеек у меня здесь 204 грамма это было на 176 рублей 20 копеек но со скидкой 40 процентов я заплатила за вот этот лоточек 105 рублей вообще обычно я беру российский новый сыр от марки каждый день ваша не и там 200 грамм стоит 99 рублей а здесь получается 234 грамма за 105 ну в общем хорошо выгодно и опять же он уже нарезанный будет проще дальше взяла собаки суповой набор эти куриные спинки как всегда еще стараюсь не таскать пока тяжести поэтому беру вот по чуть-чуть взяла вот сейчас упаковку тоже сейчас сравнялись цены что верным что ваша не поэтому в общем-то без разницы беру по одной то там то здесь ну и соответственно взяла собаки пачку гречки тоже беру или верном или в пятерочке или ваша не без разницы плюс-минус одно и то же получается так и еще из такого грубо говоря съестного я взяла чай чай черный натуральный с добавками вот 50 грамм ну здесь данные вот тут рекомендации рецепты типа можно делать с молоком но как бы в нашем климате можно делать без молока честно говоря у меня например бабушка любила чай с молоком а меня аж простите тошнило когда я это видела но почему-то сейчас мне захотелось попробовать в принципе такой наверное даже осенний напиток собственно здесь так и сказано я хочу попробовать просто я не молочный человек вообще и вот я покупала пэт мол на завтрак сливки чтобы ввести снова в рацион кофе сейчас у меня промалатовская молоко в этом 1 и 8 процент жирности когда я его вот сейчас ну вот это маленькая у меня упаковочка мне раза наверное на 4 хватит ну на три ну я уже один раз попила значит на 2 на 3 раза еще вот и скорее всего больше кэш покупать не буду а это чай я буду пить просто и поскольку здесь добавлено сейчас скажу что добавлено так где же это а чай черный средний листовой корица гвоздика имбирь матун кардамон черный перец горошек а ну я естественно люблю там черный перец кардамон все дела корица то есть это все что мне как бы нравится ну и хорошо конечно в теории да там пить вечером особенно я там после прогулки прихожу но наверное я все таки если буду его пить буду конечно наверное все таки в дневное или в утреннее время потому что специи как ни крути это все равно и потом какие-нибудь отеки не дай бог будут хотя надо почитать может быть с них как бы и не будет ничего тогда можно в общем то попить вечером но если не слишком поздно или там например взять на прогулку хотя я сейчас сначала как бы стала пить кофе одну чашку в день и в принципе всегда можно взять на прогулку какой-то чай но я стала от этого отходить я лучше там возьму с собой вода уже так дома попить ну посмотрим короче так суповой набор стоил 98 я забыла сказать рублей или 99 это 74 или 76 это 50 чем-то 56 57 рублей где-то так у меня еще была канцелярская покупка и не одна но я и покажу все это в хобби влоге сегодня вместо умывалки у меня был гаммаж от новосвит потому что я ходила без косметики вообще и смывать ее было не надо так что я на сухую кожу нанесла гаммаж две минуты помассировала и смыла кожа нежнейшая как после хорошего пилинга так ну и на веночку свою опробовала намазала буду сейчас дела делать ну что ж подошел концу этот день я сегодня гораздо спокойнее веселее спасибо всем за добрые слова для меня это очень очень важно я желаю вам всего самого наилучшего конечно прежде всего здоровья пока пока